Как живется студентам, которые получают специальности в высших учебных заведениях? По большей части их финансовое благополучие на весь срок обучения обеспечивают родители. Помимо оплаты стоимости курса, если он платный, семьям приходится обеспечивать и другие расходы молодых людей. Легче, когда учатся дети в родном городе, а вот иногородним необходимо позаботиться еще о проживании и питании. Стипендию получают не все, спокойнее себя чувствуют лишь грантники. Государство выплачивает им денежные средства, пусть и небольшие. Сейчас студенты получают стипендию от государства в размере 24 тысячи тенге. Это касается тех, кто учится по гранту. На 4 тысячи больше выплачивается ежемесячно детям-сиротам. Есть также получатели президентской стипендии. В эту категорию входят отличники учебы. В нашем вузе их немного, 14 человек. Есть также магистранты. Их стипендия составляет 53 тысячи тенге. И докторанты они получают 81 тысячу. Понятно, что на 24 тысячи тенге особо не пошикуешь, но в любом случае это не лишняя материальная поддержка. Частенько студенты подыскивают себе дополнительный заработок. Как правило, это работа в вечернее и ночное время, чтобы не нарушать учебный процесс. Курьеры, официанты, грузчики, продавцы в частных бутиках. В общем, молодежь не прочь потрудиться в самой доступной сфере услуг. В каникулярный период есть возможность подзаработать в стройотрядах, что в последнее время становится весьма популярным. Но, тем не менее, даже если сумма выплат для вузовцев с нового года увеличится, она по-прежнему останется не очень большой, особенно с учетом инфляции. Ирина Гуц, Алексей Уразов, программа «Факт».